Всем привет! Хочу с вами поделиться и похвалиться подарком, который я получила перед Новым Годом от компании Фиберлик. Но этот подарок не просто так, а необходимо было выполнить программу определенную, которую называлась «Зимняя сказка». Нужно было зарегистрировать 6 консультантов, которые бы выполнили стартовую программу «Первый шаг». И личный объем необходимо было делать в течение трех периодов с 14 по 16 100 баллов. И я все это выполнила, и мне, соответственно, прислали кучу подарков. Это целая-целая коробка, сервиз, скатерть и тарелочки, которые выполнены в сказочном зимнем варианте. Я сейчас распакую все вам и это покажу. И вот так вот выглядит полностью весь набор. Единственное, здесь не хватает трех тарелочек, потому что выложила по одной тарелке разных размеров. Есть еще такая же одна маленькая, одна средняя и одна большая. То есть рассчитан весь этот набор на две персоны. Но сначала достала одну чашку, а потом поняла, что не хватает что-то здесь в этом натюрморте. И две чашки, они в самый раз как-то с одной не очень смотрятся. Вот это скатерть. Это тоже входило в этот наборчик. Мне посоветовали, порекомендовали, так как она белая. И белая, естественная, марка. И мне очень жалко ее стелить на стол. Потому что в любом случае вы что-то будете резать, какие-то крошки будут сыпаться, какая-то грязь. Но есть прозрачный скатерть в гипермаркете Магнит. Я еще не заезжала. Вот если во вторник будет у меня время, загляну для того, чтобы подготовиться к Новому году. И уже все расстелить и разложить у меня на кухне. По-моему, стирать ее нельзя. Вот не знаю, как это. А вот предыдущая у нас была пропитана жиротталкивающим водоотталкивающим каким-то слоем. Ее стирать нельзя было. Вот насчет этой я не знаю, надо в интернете прочитать. Но она и полиэстеровая, обычная, такая вот как немножко покрыта каким-то, может быть, и пропиткой. Но гладковатая она такая, может быть, не совсем приятная. Но это синтетика, само собой разумеющаяся. Но, в принципе, на хлопок я не рассчитывала. И все равно для скатерти хлопок это или нет, я как-то особого значения не придаю. Значит, мы начнем, наверное, с тарелочек. Есть тарелочка вот такого вот маленького размера. Видите, в таком новогоднем стиле все выполнено заснеженная вечерняя зима. Видите, вечер, даже не утро, вечер, церквушка нарисована, снегирь. То есть все то, что ассоциируется с погодой зимней. Что-то навоевает такое из детства. Потому что это мое детство, да, домики такие деревенские. Я бы даже хотела Новый год отметить. Мечта такая у нас. Отметить где-нибудь в деревне с банькой, чтобы было. Но как-то в этом году не сложилось. Нужно все равно это планировать. И как-то компанию подходящую подобрать. Не подобрать, а найти. Слово такое нехорошее подобрать. Просто, ну и возможности должно все совпасть. Либо найти тому, кому поехать на Новый год в деревню. А вот так, чтобы снять турбазу, неинтересно. Мне бы хотелось вот именно что-то в деревенском таком стиле отметить Новый год. Но здорово. Дача бы, конечно, было бы круто. Если бы дача была какая-то, на которую можно было съездить. Ну, не знаю. У меня вот именно ассоциируются эти тарелочки с Новым годом моей мечты. Как бы я хотела его отметить. Также есть тарелочка среднего размера. Тоже такой же рисунок здесь. Звездочки. Ночное небо. И большая. Но большая, вот я не знаю, для чего она подойдет. Мне предложили ее в качестве нарезки использовать. А можно, знаете, как вот тоже на новогоднем столе много разных закусок, есть салатов. И все кучками разложить, чтобы это и красиво, и аккуратно, чтобы друг с другом не перемешивалось. И еще самый красивый элемент этого набора. Это вот такой вот заварочный чайник. Уже многие блогеры неоднократно показывали этот чайник в эфире. Могли вы его видеть. Заварочный чайник очень хороший, большой. И сейчас, кстати, эти заварочные чайники можно купить дешевле, чем они есть в каталоге. Потому что идет распродажа как раз на заварочный чайник, на чайную пару и на баночку для чая. И вот этот заварочный чайник сейчас можно взять, по-моему, 499 рублей. Это по ценам каталога. А с нашей цены консультанта она будет дешевле. В зависимости от того, какая у вас скидка. Либо 20, либо 26%. Чайник заварочный хороший. Он не маленький, не маленького объема. А вот именно такого размера, в котором обычно подают чай, где-нибудь в кафе. То есть можно заварить чай этот на двух персон. Не просто как заварка у вас будет. Там заваренная и вы периодически будете, когда захотели чай, наливать в чашку и разбавлять водой. А это некий такой заварочный чайник. Именно вот сесть и попить чай здесь и сейчас. И заваривать на один раз. Ну, это мое такое представление. Я больше чай в таком варианте люблю. Я либо в термосе завариваю, либо в большом заварочном чайнике. Чтобы можно было сразу разлить по чашкам и свежезаваренный чай выпить. Чем еще привлекателен этот чайник? Тем, что здесь есть ситечка. И это очень удобно. Потом не надо будет вам заварку каким-то образом вытаскивать из этого узкого отверстия. Да, и промывать его тщательно. Вот таким вот образом выглядит ситечка. Оно достаточно объемное. На две чашечки чая вам хватит заварить. То есть, заварки немного нужно будет насыпать сюда. И вам нужно будет заварить чай. И потом все, что здесь у вас осядет, да, вся вот эта вот труха заварочная, ее можно будет выбросить. Очень-очень удобно. И как мне сказали, как одна девушка мне сказала, что вот эти вот заварочные чайники, они намного дешевле получаются, чем если бы купить заварочный чайник, но без ситечка. Опять же, например, у Этери в магазине. И там есть заварочные чайники, но опять же, заварочные чайники без ситечка. Она говорит, что я не встречала вообще с ситечком заварочные чайники. И еще две красотки этого набора. Это две чайные пары. Вообще, я очень люблю такое сочетание белого, красного и черного. Очень-очень мне нравится. Как вы заметили, у меня диван красный. Если была бы у меня такая возможность, я бы, конечно, комнату сделала в красном цвете. Если бы, например, у меня было бы, наверное, комнаты 4-5, я бы одну из них сделала в каком-нибудь таком энергичном красном оттенке, где я могла бы зайти и зарядиться определенной энергетикой. Энергетикой силы, какой-то экспрессии. Ну, чего-то такого яркого, красочного, неумиротворяющего, спокойного. Если бы мне не хватало бы энергии, я бы с удовольствием зашла бы в красную комнату. Ну, естественно, с сочетанием с белым цветом. Но это уже такие мои мечты. Вообще, в целом, чашечки достаточно глубокие. Это не кофейные чашечки, то есть они не маленького размера. Здесь, видите, нарисованы у нас олени бегущие. И, опять же, мне вот почему-то напоминает сказку «Снежная королева». Там много-много оленей было, «Снежная королева» на них. На них она каталась, ездила. И также здесь тоже, видите, орнамент ночи со звездами. Мне кто-то написал, что напоминает чашки советских времен. Не знаю, у меня в советские времена таких чашек не было. У нас была немножко скучноватая такая посуда. Там были какие-то цветочки, но, не знаю, нисколько мне не напомнило советские времена. Если даже кому-то напоминает, это же здорово. Это, значит, время вашего детства. Видите, здесь окантовка красного цвета. Единственное, я не часто пользуюсь блюдечками. То есть, я не пью чай вот так вот. Мне легче просто налить чашку чая. Обычно я пью в больших бокалах. И я не пользуюсь блюдечками. Но для меня это лишний элемент такой. Кто-то с удовольствием так вот пьет чай. Для них это может быть какой-то признак аристократизма, какой-то аккуратности. Но я пью обычно так. Но можно их использовать, вот эти вот блюдечки, для того, чтобы положить какую-нибудь пироженку. Либо еще что-то вкуснятинку, конфетки какие-то. Так что вот такой вот подарочек я получила перед Новым Годом. Очень приятно, конечно же, получать подарки. И очень хотелось бы, чтобы Фаберлик компания, вот там кот мой белый тоже, видите, сочетание белого-красного. Насторожился. Не нравится, что я глаживаю в том месте, в каком он не любит. А еще когда его начинаешь гладить руками, а они в чем-то таком испачканном, ему запах не нравится, начинает их облизывать для того, чтобы свой запах, свой вкус на них. И тогда уже потом дается гладить. Не до конца он их помыл, руки мои. Конечно бы очень хотелось, чтобы компания еще дальше продолжала с тем же самым успехом придумывать различного рода акции с получением каких-нибудь подарков, которые не обязательно должны связаны с косметикой, а может быть с какой-то бытовой техникой, с посудой, с какими-то элементами декора. То есть хотелось бы что-то подобное получать, потому что я знаю, что другие сетевые компании, они очень практикуют такие вещи, получение подарков, не косметических наборов, не продукции, опять же, той же самой компании, а вообще совершенно отвлеченные вещи придумают в качестве привлекающих, завлекающих в свою сеть, в свою структуру, для того, чтобы пополнить ряды консультанта различного рода акций. Хотелось бы, чтобы компания в этом направлении развивалась, чего я и желаю ей в следующем 2015 году. И это очень мотивирует, очень радует получать вот такие подарочки, такие подарочные наборы, потому что они впечатляют. Ну вот и все, все, что я вам хотела рассказать, сказать, поделиться. Всем спасибо большое за просмотр, всем пока-пока!